Так, мы зашли в вилку, и я вам хочу сказать, что вот эти сосиски очень вкусные. Мы их как-то брали в Коско. Возьмем и те, и те попробовать. Они по три доллара. Эти с яблоком, курица яблоко, а эти, сейчас вторые посмотрю. Спайси манго. Спайси манго, наверное, не. Спайси не будем, наверное, да? Спайси-то ладно, манго-то. Ну, с ананасом были вкусные. Яблоко, яблоко, да. Окей. Они вкусные, на сковородочке жаришь и... А что ананас? Яблоко с ананасом. А мы с ананасом там пробовали. Как-то так. Что она там расходовала, на собаку? Что там ты съешь? Мне надо томатную пасту, но я ее не вижу. Не знаю, там на полках. Возьму на полках. Вот такие тоже большие холодильники огромные. В них вот эти вот вкусные, кстати. Я Максиму покупаю иногда, он у нас любит наггетсы. Вот такие наггетсы очень вкусные, зверюшки. Ну, как наши, обычные наггетсы, да. Вот. Это, кстати, куриные крылья, но замороженные. Эти витосы. Ну, ты знаешь, как-то они большие. Ну, допустим, 11 долларов пачка стоит в этом. Ну, скажи мне. Ну, я понял. Ну, мне там выгоднее. Ну, я забыла, как он. Софвей. Софвей, там выгоднее покупать. Там на 22 доллара можно взять две такие пачки. Ну, это размер большие. Мне все равно. Мне идти нормальные. Можешь. Так. Что-то. Мандаринчики. Мандаринчики 3 доллара 48 центов за ЛБ. Да. Я получаю апельсинов. А апельсинов, говорит, лучше возьму. А бананы ты уже наелся? Бананы 59 центов за ЛБ. Если не доелся. Как говорит, бананом наелся, взял апельсины. Почем взял, не знаю. И я взяла салатики вот такие. Я на них подсела и не ужинаю. Они по 3 доллара за штучку. Ой, это вегетарианские дел здесь. Вот это все без мяса, без содержания мяса, кофе. Я хотела тут иногда морковушку я беру. Чего-то ее не вижу. Грустненько. Натертую. Смотрите, какое буйство красок. Перчики 98 центов за штучку. Ну, в прошлой неделе, по-моему, фаршировала перчики. Цветочки. Ну, что ты взял что-то? Ничего не хочет говорить. Как-то так. Так, вот тут сюда фарш выложили. 11 долларов, 98 центов за штуку. За вот такую. Сколько в ней? Ну, это, кстати, недорого. Я сразу хочу сказать. 5 ЛБ это 2,5 килограмма. Говяжий фарш. А вот шея. Мне кажется, шея. Не знаю. У мамы сказала бы, что это. 19,79. За вот такой вот кусочек. Так, кусочек. Кусочек. Кусочек непонятно сколько. 8. Ну, короче, 9 ЛБ. 4,5 килограмма. Такое мясо красиво режет. Прямо на этот, пожалуй. Смотри, какая. Капусту брать? Да, мне надо капусту взять. И не знаю, что еще. И что-то еще. Редисон не хочешь? То в 98 за штучку. Капусточка брюссельская 3 доллара за штучку. Не хочет папа редиска, наелся. У нас же штат с фруктами. Так что вот уже, видите, уже выращиваться купил. Проборные 3,5 доллара. Возьми Максимки. Максимка любит клубничка в феврале. Как вам, а, ребятки? Нормуль? Берем. Так, Витенька вон там у нас набирает хлебушек. Сколько? Там 8 центов, да, за штучку? А мы с вами сейчас возьмем вот такие печеньки. Они их любят очень. И как-то я им тут брала вот такие слоечки, только другие. Но сейчас их не вижу. Хм. Сейчас посмотрим. А, вот мандальенки возьмем. Возьми с вами мандальенки. И мы их тоже хорошо кушаем. Ушки есть, так что две мандальенки. Вот такой вот наборчик. Для умного натуралистов. Забываю говорить цены. Я просто их уже знаю. 3,5 доллара за каждую баночку. Так. Вот это сасвич называется. Это как бы на запах. Такие сосиски больше их используют. Ну, вот тут я смотрю, с весом тоже нарисован. Обжариваешь просто на сковородке. Все гениальное просто. Ну и такой отдел. Вау. Вау. А вот тут, смотрите, больше вариантов есть. Смок и чекен сасач. Смотри, тут больше вариантов есть. Вот какие-то копченые. Так. Смотрите, тут у них какое буйство красок. Вот такая вот пицца, вот смотрите, есть. Угу. Я просто голодная, наверное. Вот огромная пицца есть. Ну ее только надо испечь, конечно. Вот. А вот на хлебе прямо сделала с курицей. В общем. Я сейчас даже на такую готова. У меня было столько работы, просто жуть сколько. В общем. Салаты вы все знаете. Я уже сто раз вам показывала. Они такие внушительные салаты, которые у нас полным ужином считаются. Вот, кстати, смотрите, они тоже в батончике такие бутеры. Парвирот. Пять долларов такой бутерброд стоит. Салатики примерно по четыре доллара все. Вот с яичком, курочкой и сырком. И цезарь наш обычный. Все практически по четыре доллара. Такое что-то более овощное. С морепродуктами. Вот такой вот тут семейный есть. Смотрите. Большой супчик. Можно купить тоже. Огурчики уже нарезанные. Так вот лежат такие. Вот это тоже тема прикольная. Это чикин. Короче, это такой пирог заливной внутри. Восемь долларов стоит. Этот с брокколи, а этот... Этот с ветчиной с сыром. Вареные яйца. Ну и бутерброды поменьше. Кстати, я вот тут покупала вот эти, по-моему, в прошлый раз. Ну, я эти брала. Они были вкусные, классные. Или эти я брала, а уже не помню. А нам надо купить и открытку мальчика назад. Где бы её взять. Максим зато на день рождения идёт. А мне ему надо... Нам надо ему денежку положить. Мы ещё ничего не покупать. Лучше ребёнок сам себе купит. Какую-то игру, какую он хочет или ещё чего-то. Ну, уже самостоятельно, без нашего участия. Ты мясо не брал? Надо? Да, надо. Обязательно? Да. У нас только такую стойку с открытками. Гранд Маск, Гранд Паск. Мистер Холл Энион. Для кого угодно. Ещё нам и надо. Нам надо конверт. Ну, вот его и возьмём под денежки. И напишем «С днём рождения». Так. Ну чё? Украшения над пироги. Мыльные пузыри. Мыльные пузыри стоят 3 доллара. Так. Отдел макароны. Тут всё стандартно, наверное, как у всех нас. Там, Текстан. Ну, в основном я борелась беру вот по доллар 48. Или вот эти вот красненькие, Витя их хорошо кушает. Рожки обычные. Такие же, да, ты берёшь? Маленькие только. Вот такие, да. Здесь ещё надо определённые брать, а то ж мы есть не будем. Он, кстати, не жалуется. 2,18 не стоит. Он просто не ест. Всё. У него всё гениальное просто. Я вот этих ещё возьму пару пачечек. У них вкусные тоже. Их Максим любит. Всё, поехали. Рис нам ещё надо. Вот такой. Я беру. Мне вот это вот именно с таким названием нравится. А ещё у них бафма какой-то был. А, ну вот типа такого. Только у меня была оранжевая упаковка. А, вот он. Вот такая была упаковка. Он классный. Он разваривается прям, когда сваришь. А почём он? 2,92. 2,92. Ну, мы его редко покупаем. Мы не особо рисоеды. Но иногда я варю. Так, сахар. Сахар 2,98 за 2 килограмма, да? 2,08. 2,08 за 2 килограмма, да? Да. 4 ЛГ. Кило 810 грамм. И 2,28 вот такую я муку покупаю. Вот это ничего. И вот это прям отличное. Так что на выбор. Что-то, что-то, как по мне, одинаковое. Кстати, готовые пирожки. Бери, не хочу. Ну, там смесь её просто надо взбить с яйцом и всё. Так, я вот такую вот. Ну, не знаете, они уже нарезанные. Кусочки там будут. Их только отбить. 5,89. А с них объёмные делать. Ещё я взяла, видите, вот такие вот пупки вон были. Желудки, пупки, пупка, которые 2,50. Взяла нам куриную печёнку с марта. Цена примерно 2 доллара за баночку. Всё, поехали. Нам больше здесь ничего не надо. Кстати, тут иногда сало, да, продаётся? Сейчас, наверное, нету. А, ещё фарш. Что там? Что-то говяжье. Я не знаю, что такое. А сердце? Говяжье сердце. Да, оно кусками нарезано. Не хочешь сердце говяжье? Нет, я не хочу. Хочешь я тебе пожарю? Я не знаю, оно вкусное. Я не знаю, я не готовила мне розы. Говяжье. Ну, я тоже тогда не помню, чтобы я его ела. Ха-ха-ха. Так, ребятки, творог, сметана. Нам вот сметанки надо, 2 пачки возьмём. А, у меня там вообще-то есть. На. Ну, есть бы 2, потому что я буду эту тушить. Куриную. Эту я тушу в сметанке. Так. Кстати, стоит... Доллар 18 одна банка. Молоко придавленное. 3,98 за бутылку. Вот беленькое берём мы, голубое. И коричневенькое берём 2. 2 одну. Я не помню. Это не пропадёт в любом случае. Кстати, молоком есть овсяное молоко. То есть, тут есть такой выбор. Миндальное вот рядом. Сливки есть. Половину молока, половину сливки. Так вам понравится. Сто раз она показывала. Вот это масло я беру. Всегда. 4 доллара стоит. Кстати, вот у них тут популярные равиольки. Ну, бывает с курицей, но я не видела ни с говядиной. Ещё с крабом видела. Вот. То есть, тут написано опять сыра. Ну, это как наши пельмени, только с этим сыром. Их сразу к ним вот песто соус стоит. Итальянская такая тема. Кстати, я вот эти вот рыбные палочки покупаю им. Ну, они такие довольно-таки неплохие. Ребята кушают. Вот. Вкусненькие. Я беру. Стоят 6 долларов за упаковочку. Ну, типа наших этих, ребят, наггетсов только рыбные. Ну, ничего, ребята, нормально кушают. Ну, в смысле, я что-то покупаю новое попробовать. Они говорят, ну да, это за что ничего, покупай такое. И там часом с классом я беру такое. Вот. Так. Нам надо paper towel. Что означают бумажные полотенца. Потому что мы же с киндеренка принесем домой. И он нам будет везде устраивать сюрпризы. А мы будем его отучать. Так что... У меня там есть, конечно, но надо все равно, наверное, взять. Так. Что вот такой, наверное, возьмем. Или такую взять. Это же полотенце. Да, полотенце. Такие лучше взять. Не знаю. Мы до этого не брали. Возьму вот эти. Попробуем. Витя купил орешки для белочки. Пять долларов. Ты же их сама съела. Ну вот я же не знаю, зачем ты эту заразу домой купила. Она калорийная. Мы воды ничего не брали, кстати. Нам не надо воду домой? Вроде нет. Воду не надо, точно. Говорю человеку, что надо взять открытку. Наверное, конверты к открыткам. А как тут конверты к открыткам? Говорит нет. Я говорю, сам пойдешь стоять повторно в очереди. Говорит, пойду. Это смотреть, как мужчина работает. А куда же мы не едем? Так, ребятки. Мы вышли с магазином. Мы специально поперлись в пятницу, потому что мы задрались тратить свой выходной на покупки, блин. Да, пап? Да давай как-то сместимся. И сейчас мы еще поедем за нашим лопатусиком. за нашим стычулей, который будет нам жару давать в ближайший месяц. Мы там приготовились, да, папа? Заберешь отсюда. Ну, забрать домой. Я помню, что ли, что они там лежат. А кто должен это помнить, а? Они мне не нужны, поэтому я про них не помню. Мы там приготовились. Взяли с собой пеленочку. Взяли ему одежку, да? Ой, слушай. Ты больше всех всегда переживаешь? Миску уже скрутил ему дома. А делает вид, что ему все равно. Угу. Угу. Мы все знаем про тебя. Что? Что ты любишь животных сильно. Вы меня заставили. Ох! Он сейчас так нагло врет вообще. Он хотел французского бульдога всегда. Да? Ну, признайся, на камеру. Не знаю, о чем. Это врехло такое. Не закроется у тебя ничего. Он закроется. Он закроется. Знаешь, он ещё и всё... Г reloadен.